Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И сегодня мы восхвалим князя равноапостольного Владимира Великого, поистине наш духовный отец. Может быть, даже мы не все представляем всю ту заслугу, чем мы благодарны князю Владимиру. Но бывает так, что дети не всегда понимают и осмысливают то, что дает им отец, то, что дают родители. И мы, пользуясь благами родителей, бывает, как неблагодарные чадо, ропщим, попрекаем в чем-то своих родителей. Сейчас кто-то задает вопрос, ну зачем там было принимать христианство, лучше бы язычество. Но вы сравните, даже вот просто вот найдены вот эти вот истуканы, сейчас бывают такие вот находки, какие-нибудь там половецкие или скифские бабы, которые тупо смотрят куда-то в степь, и никакой глубины в этом взоре нет. Сравните их с Владимирской иконой Божьей Матери, и вы поймете, где подлинная духовная глубина, где подлинная мудрость, где подлинное сердечное внутреннее чувство, и станет ясно, почему именно христианская вера, она и была принята князем Владимиром. Конечно, князь Владимир, наверное, он сам еще поначалу даже не представлял, что такое вот все богатство, православие, и что вот промысл Божий, он всегда ведет так, что люди зачастую поначалу даже не понимают, как они включены в этот Божий промысел, и каким последствиям приведут вот те или иные исторические вот выборы. Но выбор князя Владимира – это, безусловно, цивилизационный выбор. Если бы не крещение Руси, ну, что такое было бы язычество? Сидели бы там, вот как и ныне сейчас есть язычники, вот по-прежнему бьют они в свои бубны, там обкуриваются какими-то курениями, вступают в какие-то шаманические действия, вот соприкосновения с демоническим миром, и никакого развития, никакого пути вперед. То есть это просто бесовское обольщение, ничего там светлого, доброго, и, собственно, что предлагало язычество. Вот есть какие-то боги, духи, с которыми ты соприкасаешься, и взаимоотношения с ними по принципу договоренности. Я тебе, ты мне, подай благо в этой земной жизни, ну, а что после смерти? А после смерти все то же самое, как бы зеркальное отражение нашего грешного земного мира, поэтому-то и клали с умершим язычником оружие, иногда даже и жену туда отправляли, если это богатый какой-то язычник умирал, поэтому приносили еду, что вроде как бы и за гробом он должен есть, пить, веселиться, и душа человеческая этим не насыщается. Душа человеческая, она ищет более чего-то чистого, безусловно чистого, высокого, таких глубин, которых не подаст ничто земное. Душа человеческая ищет безусловной, вот абсолютно чистой любви, ищет истины, мудрости, ищет бесконечности, и никакая языческая религия этого не могла подать. А вот христианство, там где говорится, что бог есть любовь, и не просто любовь, а он сам себя отдал в жертву за нас. В язычестве там всегда кто-то кого-то приносит в жертву, кто-то что-то чужое, захватили у врага какие-то трофеи, принесли там часть жертвы богам, взялись там из своих животных принесли, а иногда и просто человеческие даже, друг друга резали и убивали в честь своих мнимых богов, а в христианстве нет. Здесь сам Господь Бог есть такая любовь, что он же и стал за нас жертвой. Он сам стал ради нас человеком, чтобы по любви собой пожертвовать и нам даровать вечную небесную бесконечную жизнь. И те, кто почувствовали своим сердцем весть этой небесной вечной жизни, они откликнулись, и вот таков был князь Владимир. Но, безусловно, стал он таким не сразу. Что мы о нем знаем? Известно, что да, он, конечно, внук равнопостольной княгини Ольги, но Ольга активно не могла насадить христианскую веру. Далеко не все собирались принимать. Сын ее Святослав был активным язычником, таким воином-завоевателем. Вот у него рождается как раз, у него родилось трое сыновей. Олег, Ярополк, Ярополк был старшим, Олег и Владимир. Причем Владимир рождается от, ну, скажем так, от девушки не самого высокого, не княжеского рода. Она, его мама Владимира, это ключница Малуша. Имя Малуша, то есть славянское имя, то есть это не варяжское направление, не скандинавская кровь, а ключница, она была ключницей у княгини Ольги, то есть заведовала ключами, всем хозяйством по дому фактически. У нее ключи от каждой двери, везде она может пройти, да, то есть что-то она отвечала за, присматривала за всеми постройками, домами, за распределением хозяйственных работ. И понятно, что как бы некая домоуправительница была, да, у княгини Ольги, и это был очень высокий статус, очень высокий статус. Но, в принципе, на уровне княжеском, а на некняжеской крови еще что известно, что Малуша, она была милостницей княгини Ольги, то есть она отвечала за раздачу милостыни, потому что княгиня Ольга из христианского милосердия многим раздавала какие-то пожертвования, помогала бедным, неимущим людей, и вот надо, чтобы кто-то тоже опомогал ей в этом, отвечал за это, и выбирается как раз Малуша. И из этого делается вывод, что сама Малуша тоже была уже крещеной, она была христианской, и поэтому участвует в делах милосердия. Но вдруг происходит такой вполне человеческий грех, что сын Ольги Святослав, так сказать, увлекает эту Малушу и вступает в с ней некое телесное, скажем так, сожитие, и она оказывается беременной. И мама княгини Ольги, она недовольна, и поэтому отсылает Малушу в какое-то отдаленное селение, и там как раз рождается князь Владимир. То есть вот такая вот особая история, но Господь любого человека призывает, невзирая на его грехи, и поэтому поначалу вроде бы даже Владимир, он и не особо ожидаемый такой внук. Ну, Святослав-то им что, он язычник, там он берет, захватывает. Он, кстати, потом даже греческую монахиню похитил во время своих походов, похитил греческую монахиню, но причем, ну, не знаю вот, был ли он с ней вместе или нет, но он ее отдает в жены своему сыну Ярополку, вот эту греческую монахиню, и, ну, потом, правда, от нее родился как раз, скажем мы, кто. А сейчас просто о чем мы говорим? То, что Владимир, он не был вот до конца, может быть, вот так вот принят, он был третьим, но все же и его приводят потом к княгине Ольге, и он не мог очень долго слышать, потому что ему лет 9-10, когда княгиня умирает, он не воспринимает от нее христианскую веру, хотя что-то слышу. Вот Ярополк, кстати, Ярополк считается у ученых, что, может быть, даже был крещен, но в любом случае склонялся к христианству, князь Ярополк, старший брат. А Владимир, он был под присмотром Добрыни, вот тоже известно такое имя, причем Добрыня – это родной брат Малуши, то есть это такая вот славянская семья, и Добрыни, вот было такое тоже принято, что с малых лет такого вот ребенка княжича его отдавали на воспитание старшему такому дружиннику опытному, который его воспитывал как уже такого серьезного воина, как мужественного человека, и поэтому Владимир находился под влиянием своего родного дяди Добрыни. И вот что. Потом, значит, просят с разных городов поставить им правителей, там Святослав, он, конечно, в Киеве оставляет Ярополка, а Олега посылает в Древлянскую землю, чтобы там все было мирно, а новгородцы просили старших кого-то, ну, им пренебрежительно отвечают, что вот молния, кто к вам вообще поедет туда. И Добрыни, у которого были связи с Новгородом, возможно, она туда родом, у него там дом свой был у Добрыни, он как раз убеждает новгородцев попросить себе Владимира, потому что ведь Новгород – это был очень мощный, на самом деле, такой вот центр, во многом независимый от остальных городов Руси. И вот новгородцы просят, ну, хотя бы вот Владимира нам, да, и им дают Владимира, он туда уезжает вместе с Добрыней, и там как раз вот он возрастает. А потом вдруг происходит такое страшное действие, событие, ну, оно, наверное, заурядным является для любых правящих династий, в любых странах. Случилась стычка, это вот уже прошло сколько-то лет, стычка между Ярополком и Олегом. Там из-за какого-то пустяка, что-то там не поделили где-то, кто-то чего-то не поделил на границах, и вроде бы не собирались воевать друг с другом, но столкнулись вот в итоге все равно два войска, и войско Олега терпит поражение. Сам он отступает, а отступая, они быстро пытаются перебраться через ров, и там вот он, такой вот несчастный случай, он падает от толчая, и там вот на него падают какие-то лошади, люди, и вот он оказывается задавлен, и вроде бы никто не ожидал этого, и даже считается, что Ярополк, вот он горько оплакивал своего брата, а Владимир испытывает ужас, он еще юный совсем, что-то там ему около 16 лет, и он бежит в Скандинавию к варягам, конечно, в сопровождении дяди Добрыни, а может быть и на самом деле развязывалась вот эта междоусобная борьба, потому что люди редко хотят делиться своей властью, ну вот Ольга, она спокойно уступила власть сыну, а вот остальные не так, и он бежит к варягам, там они, это вот здесь, конечно, уже сказывается, его и таланты организатора, и будущего полководца, но еще он под влиянием Добрыни, конечно, вот они набирают войско вот этих варягов, и укрепленные возвращаются, и вот тут уже Владимир действует, как такой вот мощный языческий князь-полководец, потому что он начинает брать одно селение за другом, то есть Яропол где-то вот остановился, там закрепился, и в частности он захватывает, Владимир захватывает Полоцк, и тут вот была какая история, что ему, Владимиру, очень нравилась дочь Полоцкого князя, ее звали Рогнеда, и он сватался к ней, а она ему гордо отвечает, что не пойду за сына рабыни, то есть это было, конечно, такое вот оскорбление, а почему сказано? Потому что, ну, Малуша, она была как бы служанка, да, и вообще к ней вроде бы там и Ярополк тоже сватался, вот, ну и что? И для Добрыни это тоже было такое оскорбление, потому что Малуша ведь, это же его сестра родная, и когда захватывают Полоцк, то Добрыня дает такой, в общем-то, ну, зверский, может быть, указ, совет, чтобы он завладел Рогнедой прямо вот на глазах, так сказать, ее родителей, и там вот летописи пишут какие-то вообще страшные вещи, что он ее изнасиловал чуть ли там вот не на глазах у ее родителей, а потом уже на ее собственных глазах убивают ее родителей и братьев. То есть, это такой вот пик языческого торжества, пик злодейства, и летописи отзываются о князе Владимире того времени, как, ну, о каком-то вот звере просто вот, который зверь зверем, и поэтому вот он поступает подобным образом. И после этого он движется уже к Киеву, да, ну, Киев тяжело взять, и тогда вот тоже среди, это вот все, понимаете, проявление язычества, среди киевлян, точнее, среди высокопоставленных, там такой нашелся воевода, тоже подлец такой, по имени Блуд, само имя красноречиво, но на самом деле имя это было варяжское, и в переводе оно означало «кровавый», тоже не менее красноречивое значение, и вот этот вот Блуд, он входит в договоренности с Владимиром, и такой вот так, а Ярополку он начинает как бы обманывать, коварно поступает, и он говорит, что вот против тебя киевляне что-то замыслили, поэтому тебе лучше вот выехать из Киева в другой город. И Ярополк, доверившись, уезжает из Киева, из хорошо укрепленного Киева в другой город, Владимир идет и говорит, что вот якобы я хочу там просто вот с тобой договориться, и вот этот вот воевода Блуд, он все тоже коварно устраивает, что когда Ярополк входит в терем, где вроде бы должны договориться родные братья, то Блуд тут же затворяет за ним двери, и два варяга протыкают мечами князя Ярополка и вот подымают его на своих мечах. То есть вот оно торжество язычества, торжество зверства, безумие, и когда вот мы видим каких-то злодеев, то нам всегда кажется, ну нет, вот этот человек он точно не спасется, нет, в нем точно не может быть никакого просвета, там вот солнечных каких-то, ну чистых вот таких мыслей, ничего, никакого чистого луча в нем не может быть, и это вот наше человеческое суждение, а у Господа иной суд, потому что Господь любого самого страшного злодея может преобразить по подобию вот тех вот покаявшихся в Евангелии величайших грешников, которых мы видим, и из таких злодеев Господь тоже может соделать своих возлюбленных чад, потому что они покаятся, они в своих грехах искренне раскаются. Но на тот момент Владимир вовсе был не таков, и завладев Киевом, он совершает именно языческую реформу. Если Ярополк где-то поддерживал христианство, уже где-то разрешал строить храмы, то князь Владимир, он наоборот, все вот это вот зачищает, он, так сказать, отодвигает все христианское подальше, и он ставит, он пытается реформировать язычество, видимо, в то время вот эти языческие культы, они уже тоже не особенно-то удовлетворяли, и нужно было некое вот единоначалие, поэтому он устанавливает, так сказать, пантеон избранных божеств, то есть шесть там идолов, даже бог, стрибок, мокош, там еще кто-то, а во главе их перун, бог грома и молнии, то есть как бы символ князя, который должен казаться страшным, жестким, как гром и молния. И вот такое капище устраивается рядом с княжеским дворцом, то есть все могут приходить, поклоняться этим истуканам, у этого перуна, у него серебряная голова, золотые усы, то есть тоже как бы особое такое вот почитание, и Владимир, он двигается дальше, то есть он побеждает поляков, ну как там они называют, потом побеждает ятвягов, то есть балтолитовские племена, он завоевывает вятские земли, и так далее, и так далее, он старается воевать с печенегами, он хазар разбивает, но с печенегами не очень получается, в любом случае укрепляет южные рубежи, и потом, значит, вот какое событие, после удачного похода на ятвягов, настолько вот было удачно, что решили принести жертву, и тут вдруг, может быть, по совету жрецов, волхвов, может быть, еще почему решили, человеческую жертву, и жребий падает на христианина, христианина, отрока Иоанна, который является сыном Федора, варяг Федор, то есть он из дружины княжеской, но он христианин, и вот приходят и говорят ему, отдай нам твоего сына, мы его зарежем в жертву богам, и вдруг Федор говорит, нет, я вам не отдам, потому что ваши боги – это ложь, вы служите бесам, мы почитаем истинного бога, и сына я вам не отдам, ну и поняв, что не удастся взять силы, то они просто подрубили вот сени, на сенях стояли Федор и Иоанн, и вот они погибают, становятся вот такими первыми, известными нам христианскими мучениками, имена которых известны, и впоследствии, кстати, князь Владимир именно на этом месте ставит главный храм Русской Православной Церкви, то есть вот пролитая кровь этих первых христианских мучеников, Федора и Иоанна, она не была забыта князем Владимиром, и считается, что вот тогда тоже вдруг в нем какие-то вот начинаются перемены, вот как это так, что он не отдает своего сына, ну вот ради сохранения своей жизни, вот можно было бы там отдать, это же не я сам, а просто вот ребенок, к детям язычники, они относились проще, нежели христиане. Потом он сам готов умереть, он открыто изобличает язычество, исповедует единого Господа Бога, он исповедует христианскую веру, и при этом готов за веру принять смерть. И вот, видимо, тогда уже начались какие-то вот колебания в душе князя Владимира, и мы знаем, что, конечно, в разных местах уже совершалась проповедь, и мы, конечно, знаем из летописи о том, что приходили вот эти вот посольства от разных там представителей религии, и этому тоже есть исторические подтверждения. Ну почему? Потому что, допустим, вот Хазария, Хазария было достаточно такое мощное государство, которое, в общем-то, зачастую даже русские платили дань хазарским ханам, или там их каганами называли, да, вот, и они иудеи. И, кстати, была определенная иудейская община даже в Киеве, поэтому с иудаизмом действительно князь Владимир знакомился, и вот они присылают, ну, вначале там описывается, что прислали мусульмане, ну, мусульмане были волжской Булгарии, вот они приняли ислам, и они присылают и говорят, что ты вот хороший князь, но для того, чтобы все было нормально, ты вот прими Магомеда, поклонись ему. Он стал там узнавать чуть подробнее, оказывается, надо обрезываться, оказывается, надо там отказываться от алкоголя, от свинины, вот. Вот, а он же еще язычник, он как вот то, что привычно ему, и хотя вроде бы нравилось их многоженство, вот летописные сказания говорят, что вообще Владимир был побежден похотью, и у него было много там разных, ну, жен, может быть, не очень много там, вот пять точно было, а были наложницы. И вот он вроде бы был побежден, но все равно от ислама он отказывается, не захотел принять эту религию. Затем приходили иудеи, которые активно там рассказывали тоже про свою веру, и только, а он спрашивает, а где ваша родина вообще? Иерусалим, вот, но вот сейчас наша родина, она там захвачена, мы находимся в изгнании, и он говорит, ну, если Господь, так сказать, вот к вам самим не проявляет милосердия, да, и вы живете вне своего отечества, что же вы хотите принести нам? Тогда и мы тоже будем такими же изгнанниками, то есть здесь тоже определенный такой тупик. Приходили, кстати, и христиане к Владимиру, но приходили они из западных территорий, в принципе, если так вот формально, тогда еще не было деления на православие и католицизм, но две традиции уже разошлись в разные стороны, и вот приходили западных территорий, и Владимир даже не стал с ними беседовать, и он что сказал? То, что вот вашу веру отцы наши не принимали, то есть западная культура была чуждой для Древней Руси. А вот пришел, сказано, философ из греческих земель, и когда он рассказывал о смысле христианской веры, и потом он еще показал картину Страшного Суда, где праведники, которые исполняли заповеди Христовые, вот они по правую руку, и грешники, которые обрекаются на вечные муки, вот они по левую сторону, и князь говорит, что да, благо тем, которые по правую сторону, и горе тем, которые по левую сторону от него. То есть это вот такое как бы наглядное изображение конечных судеб мира, и что есть, конечно же, перспектива вечной жизни, но не для всех одинаковая. Вот как ты живешь здесь, ты закладываешь себе таким образом основу для будущей вечной жизни. Если ты посеял здесь семена зла, то они произрастут и дадут плоды в вечные мучения. Если же ты сеешь добро, то это добро произрастет в вечную жизнь. И вот вы сами, конечно же, прекрасно знаете, как после этого посылались уже посольства в другие страны, чтобы посмотреть. И эти послы, посещая вот, ну, некоторые там религиозные, нехристианские места, они говорят, что у них богослужение унылое, там вот лица у них печальные, и это не производило на них никакого впечатления. А когда они побывали в Константинополе, собор Святой Софии Великой, то, что вот построено было Юстинианом Великим, это ведь было самое величественное вообще религиозное здание на планете. это то, что поражало умы всех приходящих, и как бы образ всего мироздания, который увенчивается куполом, как бы парящим над храмом, как некий образ небесного мира. И богослужение было настолько торжественным, что действительно чувствовалось присутствие Божие, и послы, возвращаясь, говорят, что когда мы были там, то мы не знали, где мы находились, на небе или на земле. Это действительно бывает такое особое, это не просто впечатление эстетическое, что вот красиво или не очень красиво, а это вот что-то в сердце поменялось, что они почувствовали, как будто они на небесах, как будто душа парит, потому что благодать Божия коснулась их сердец, и они произносят, что вот богослужение греческое точно лучше всех, и с этими людьми действительно пребывает Бог, то есть с христианами. И вот это вот становится в каком-то смысле, может быть, даже решающим аргументом, то есть непосредственное присутствие Божие. Вот понимаете, историки, они много спорят об этом, они высказывают разные версии, но дело в том, что, в принципе, государство, оно может быть крепким, не обязательно приняв христианство, понимаете? То есть если вот христианство, это просто какой-то внешний фактор, что не примем христианство, не станем крепким государством. Нет, мы видели массу и знаем массу государств, которые, скажем, исламские. В наше время, в принципе, и государство Израиля, оно тоже участвует в политике. Мы знаем государства, которые были атеистическими и являлись достаточно мощными, и диктовали свои условия для всей планеты. То есть, понимаете, вот принимать христианство только ради каких-то факторов внешних, чтобы просто укрепить государство, это вот вряд ли является основным аргументом. То есть, что-то, видимо, поменялось в душе самого Владимира, и когда оказалось, что, ну, язычество действительно, оно не напитывало сердца людей. То есть, оно давало что-то вот на очень короткий отрезок времени. Ну да, ты вот сеешь, там, жнешь, ты как-то вот соизмеряешь эти дни с природными явлениями и начинаешь одухотворять сами эти природные явления. Ну а где же то, что вот над всем этим? Где же вот высший смысл? И это вот давало именно христианство, которое говорит о Творце всего мира, что Он Творец наш, Он Творец природы, да, что к Нему можно обратиться, и Он услышит, как Небесный Отец, Который тебя видит, любит, Который может тебе помочь, и язычество вот это вот не давало. И Владимир начинает склоняться к принятию христианской веры. И вот тут вот происходит то, где особенно ломают копии историки, и в принципе и насчет даты крещения, но по большому счету, вот для нас, для православных христиан, это не имеет большого значения. Вот 988 год или какой-то иной, на самом деле там как бы в пределах от 986 до 990 года. Вот примерно вот в эти 4 года происходили данные события, но для нас это не играет большую роль, потому что мы верим не в даты, не в цифры. Мы поклоняемся не какому-то году, да, мы веруем во Христа, который просвещает людей, и мы вот исповедуем, что при Владимире Русь, она действительно крестилась, и начинается путь святой Руси. И Владимир, он, видимо, вот как политик действительно присматривался, он не знал, какие последуют последствия после этого, и тут вдруг что? Неожиданно к нему обращаются византийские императоры, там правили два брата, Василий II и Иоанн VIII, и вот Василий, он как раз просит помощи у князя Владимира. А почему просит? Ну, в Византии ее постоянно, конечно, лихорадило, но при этом Византия, это действительно мощная империя, и Константинополь в каком-то смысле рассматривался как главный город мира, как пересечение всех путей, как самая мощная культура, как глубокая философская, богословская мысль, и прекрасно понимали, что если вот где подлинная столица мира, она в Константинополе, но там постоянно происходили какие-то заговоры, какие-то разные политические движения, и вот на этот момент тоже один из очень таких опытных полководцев Варда Фока, он выступает против императора, мятеж, и у Варды Фоки были все шансы сместить вот имевшихся на тот момент двух братьев с Константинопольского императорского трона и стать самому императором. История, она, византийская, она это часто подтверждала, что полководцы, поднимавшие мятеж, они неоднократно становились императорами. И Варда Фока, он был очень опытный полководец, против него направляет там вроде бы одно войско, он обманом, так сказать, нейтрализует вот этого полководца, войско его включает в себя, то есть Варда Фока вдвое усиливается, идет навстречу Константинополь, и у Василия и Константина у них безвыходная ситуация, куда обратиться они не знают, и вот они обращаются к князю Владимиру за помощью, чтобы он направил им войско, и Владимир соглашается отправить шеститысячное войско в помощь византийским императорам, но взамен требует, в общем-то, неслыханное, то, что для того времени просто что-то такое невообразимо, он требует жениться на сестре императора, на царевне Анне. А тут вот надо пояснить, вот сейчас мы не очень это представляем, что еще со времен Юстиниана Великого профирородные царевны не выдавали замуж за каких-то вот варварских правителей, то есть это в принципе было невозможно, то есть те царевны, которые родились уже у поставленного царя, то есть у императора, который уже миропомазан, посвящен, вот он уже Василевс, Византийской империи, он уже правитель, и вот у него рождаются дети, и дочери его, и они не могут быть выданы за правителей чужих народов, потому что это не та кровь, с которой надо смешиваться, так считалось в пределах Византии. И за царевну Анну там сватались уже, и со стороны Германской империи, и франки, и болгары тоже, вот везде какие-то царевичи, принцы пытались, всем было отказано. И тут, а тут ситуация безысходная, ведь идет вот этот варда Фока, если он захватит Константинополь, будет еще хуже, и Василий Второй вынужденно соглашается, что говорит, да, хорошо, я тебе вот отдам сестру в жены, но ты вот главный помоги нам сейчас. Ну и тогда присылается вот этот от Владимира огромный отряд, войско в 6 тысяч человек, и действительно происходит невероятное, наши вот славянские воины, они побеждают вот этого бунтовщика, и император спасен. А после этого, когда он спасен, то зачем, так сказать, отдавать свою сестру? Причем сама Анна, она горько плакала, она боялась замуж за вот этого варвара, как она думала. И что тогда? Тогда Владимир, понимая, ведь он остается политиком, он остается таким мудрым правителем, он понимает, что нужно в данном случае продемонстрировать свою силу. А как продемонстрировать? Ближайший областной центр – это Херсонес, Корсунь. То есть это вот как бы некое представительство Константинополя на Крымском полуострове, и поэтому он идет туда и осаждает город Корсунь. Он говорит, что вот я осадил город, и то же самое сделаю и с Константинополем. Конечно, реально сил не хватало, он не смог бы осадить Константинополь, но он делает эти решительные шаги. Херсонес не сдается. Девятимесячные осады. И вот потом, как, ну, конечно, может быть, тут есть какие-то вот и легендарные такие сказания, прилетает стрела из города Херсонеса от священника по имени Анастас, Анастасий, и там указывается, что вот есть за городом некие вот колодцы, откуда поступает вода в город. Вот если перекрыть, то город останется без снабжения водой. Ну и Владимир прислушает. Просто до этого никак не удавалось взять. То есть строили вот валы, чтобы по ним забраться на стенах, а жители города, они снизу прокапывали ходы и землю выгребали с этих валов, и за ночь валы опять сравнивались. То есть ничего не помогало. И тогда действительно Владимир, он перекрывает водопровод, и город очень быстро сдается. Ну и тогда действительно, то есть вот он достиг этой цели, и мной говорит, что вот давай мне царевну Анну. То есть, ну и тут император Василий понимает, что уже лучше пойти как бы навстречу, и он отдает царевну Анну. И повторяем, что происходит неслыханное дело. Почему? Потому что Владимир, князь, он женится именно на профирородной царевне. То есть он как бы включается и приобщается вот этой царской византийской крови. И поэтому получается так, что начиная с Владимира, вот кровь, она как бы царская, она тоже в каком-то смысле вот включается в русскую династию. И, конечно, если так вот уж досконально как-то щепетильно исследовать, то там не все так вот чисто. Почему? Потому что царевна Анна, в общем-то, от нее не особенно-то рождались дети, но чисто вот по статусу своему Владимир, он действительно через этот брак уже претендовал фактически на статус царя, да, тоже вот как бы богопомазанного. Но тут получается так, что он еще до сих пор не крещен. И посылая ему невесту, они говорят, что ты не можешь жениться на ней, если не будешь крещен. И получается так, что вроде бы действительно вот такое вот событие, необходимость жениться, да, то есть как бы вот это присутствие женщины, оно повлияло на крещение князя Владимира. Но мы говорим, что этому предшествовало уже очень много разных событий, да, вот и поиск веры, и не хватало чего-то решительного. Вот эта вот царевна Анна, она фактически и является вот последним, так сказать, вот доводом, аргументом, который склоняет Владимира к принятию крещения. И, конечно, есть там вот такие сказания о том, что он разболелся глазами, да, и потом вот когда уже крестится он в Херсонесе, то он произносит знаменитую фразу «Теперь узрел я, то есть увидел я истинного Бога». Но это больше, конечно же, было такое вот духовное прозрение, что он жил во мраке язычества, а теперь он становится причастным христианской истине, и он зрит, он видит совершенно вот новые духовные перспективы, и вот ту вот бесконечность христианской веры, которая ему открывается. И крестится он там, да, но есть, конечно, разные версии, смысла нет нам их разбирать, и в нём происходит решительная перемена, просто решительная перемена. Да, вот они, конечно, возвращаются уже в Киев, но это едет совершенно иной князь. И чуть попозже мы скажем, как это на нём отразилось. Тут, конечно, сейчас назревают такие вопросы, а как крестил он, собственно говоря, вот всю Русь. А вот как? Дружина совершенно спокойно крестится вместе с князем, и это какое-то тоже невероятное дело. Вот вспомните, почему отец его, Святослав, отказывал своей маме Ольге креститься. Он говорил, что дружина будет смеяться надо мной, а князь Владимир крестится, и дружина его крестится. Князь Владимир никак не мог повлиять на свою дружину, потому что это вот именно избранные такие вот воины. Их всего лишь несколько сот, там 400, ну может быть до 800 таких воинов. Они крестятся тоже потому, что и в их душах наступает какая-то перемена. И вот вначале он, потом дружина, и сыновья его крестятся, и после этого уже в Киеве. Но вот тут он поступает уже, ну скажем так, как правитель, глава народа. И вот надо понимать, что в древности на Руси правитель воспринимался как отец. Вот сейчас, когда у отца рождаются дети, он просто берет их, идет и крестит. Не спрашивая их разрешения, он понимает, что он за них отвечает, за своих детей. И поэтому он не может оставлять их во мраке неведения. То есть он сразу с малых лет их приобщает благодати Божией. Вот так же думал поступать и князь Владимир как отец народа. В то время, повторяю, в славянских племенах правитель воспринимался именно как отец, и его слово, это вот как слово родителя. И поэтому он сказал, что вот завтра выходите все там к Днепру, креститься, а если кто не пойдет, тот мне не друг, то становится мне врагом. Чисто вот повторю, военных возможностей вот этого дружина, она не могла бы силы покрестить весь Киев, потому что не могут там 400 или 800 дружинников покрестить там 50-тысячный город силой. Физически это невозможно. Нужно набирать тоже какое-то дополнительное ополчение, там тогда будут идти какие-то битвы, войны. И вот Владимир, он только ссылаясь на свой авторитет князя, князя как отца народа, он призывает их прислушаться и пойти креститься. И что? Тут, ну, конечно же, было, скажем так, три категории. То есть одни пошли, потому что если вот они рассуждали так, что вот Владимир, он не будет желать плохого, поэтому мы идем и принимаем крещение. Другие как бы сомневались, колеблись, но пошли по слову просто. То есть одни искренне, другие в сомнениях, но прислушались. А вот третьи были, которые не захотели, устранились. И потом мы знаем, что была еще, конечно же, неоднократная языческая реакция. Но вот крещение все-таки на Днепре народа состоялось. После этого он посылает священнослужителей и своих сыновей в разные города, чтобы там они тоже пытались крестить народ. Но Киев, понимаете, он уже был во многом христианизирован. То есть не только при Ольге, а еще и раньше. И уже при Игоре там была церковь, и христиан было много, поэтому Киев в каком-то смысле был подготовлен. А вот основной вопрос и основное притыкание как бы возникает в отношении Новгорода, про который говорят, что Путята крестил огнем, а Добрыня мечом. Ну, напомним, что Добрыня это кто? Это вот дядя князя Владимира, он тоже принял крещение. И у Добрыни в Новгороде был свой дом, и в то время там находилась его жена, дети. А Путята это был Тысицкий, то есть военачальник, который заведовал тысячей воинов. И Владимир действительно понимал, что вот Новгород, и это потом всегда было так, Новгород, он живет как бы как самостоятельная республика. Он вроде бы внутри русского государства, но он не во всем подчиняется. У Новгорода свое вече, они могли приглашать князя, потом прогонять его, ты нам не нужен, потом опять приглашают. То есть это была очень свободолюбивая такая демократичная республика, и там не все могло пойти гладко, поэтому действительно Владимир направляет туда Добрыню, ему дает вот этого Путята с тысячей воинов, и они идут. И Добрыня поначалу как вот он останавливается и предлагает креститься, и там было два крещения, как бы малое крещение и потом большое крещение. И вот в первом случае там тоже как бы три этапа, что поначалу крестилось сколько-то, но не очень много. То есть это были люди, которые в принципе расположены были уже к христианству, может быть сколько-то десятков или может быть даже сотен людей, но не очень много. Потом через непродолжительное время, поскольку крестилось очень мало людей, то священники вновь стали ходить, проповедовать по улицам, по торжищам, и Добрыня, встав вот с одной части Новгорода, вновь предложил принимать крещение, то есть как бы более масштабное. А проповедь в принципе совершалась. Но тут вдруг со стороны новгородцев, их тысячи, то есть их военачальник по имени Угоняй, тоже красноречивое имя, вот этот Угоняй стал активно призывать новгородцев выступить против Добрыни, да, и даже к такому силовому методу. Сам Добрыни понимал, что у него сил вместе с путятой маловато, то есть вот эта тысяча, она не могла ничего совершить в Новгороде в случае такого прямого столкновения. И он предлагал как бы вот по-мирному решить этот вопрос, а воевода Угоняй, новгородский, он первый перешел в наступление, и что произошло? Они захватили дом Добрыни, поубивали родственников, и там в летописи сказано, что вот избивши, в том числе жену Добрыни, не совсем понятно, избивши, то есть убили или только вот подвергли избиением, то есть двор Добрыни был разорен, а Добрыни — это вот официальное лицо князя Владимира, получается, что уже возникает политический конфликт, и Новгород начинает откалываться. И тогда что? Вот Добрыни и путята понимают, что у них очень мало времени на организацию такой вот серьезной войны, и ночью путята с пятьюстами воинов потихоньку заходят в город еще с одного конца, проходят мимо капища, не разрушают его, и идут к дому вот этого угоняя, и оказалось, что те как раз проводили там совет, и захватывают вот этот штаб мятежников. Утром новгородцы увидели, что их штаб находится уже в руках путята, собирают пять тысяч воинов, и тут вот начинается уже сражение. Они атакуют, штурмуют здание, в котором укрылись, ну вообще вот эти вот домишки, чистоколы, в котором укрылись путята и его воины, и так как было десятикратное, конечно, превосходство, то тяжело было содержать. Через какой-то день Добрыня он поджег часть домов с одного края, и люди отвлеклись тогда от осады путята и побежали тушить свои дома, и тогда Добрыня прекращает полностью военные действия, он позволяет потушить спокойно дома, и тогда уже начинаются как бы опять мирные обсуждения. То есть, да, мы видим, что не все шло гладко, но здесь больше были уже такие вот противоречия политические, и тем более, что новгородцы, они первые нанесли удар и разорили дом Добрыни. То есть, то, что в те времена не могло остаться безнаказанным, но Добрыня никого не подвергал уже казням, он уже дальше направляет священников, и, конечно, вот Новгородская земля, она, ну и сам вот Новгород, там не все шло так вот гладко, но не надо думать, что как бы вот специально с самого начала шли для того, чтобы силой там всех вот куда-то окунать. И, конечно, мы не можем тоже отвергать, что у людей возникало некоторое еще двоеверие, то есть не все приняли новую веру истинно, они некоторые принимали чисто вот внешне, и таким образом возникало двоеверие, и вот эти вот змеевики, так называемые такие вот змеевики, то есть медальоны, с одной стороны, там, допустим, образ какого-то святого или Божьей Матери, а с другой стороны образ медузы-горгоны, там какая-то вот змеиная голова, как бы языческий уже оберег, это все тоже бывало, но это вот шла такая вот духовная борьба, когда язычество, руководимое падшими духами, оно пыталось вот закрепить, сохранить какие-то свои позиции, нанести какие-то свои удары, не всегда быстро меняется общество, и нужно было определенное время. Что же касается самого князя Владимира, то вот в нем произошла действительно решительная перемена, и если раньше он был женолюбивым, то теперь он отпускает всех своих вот этих вот жен, наложниц, он живет уже только с царевной Анной, если до этого он был очень жестоким, таким кровавым князем, то теперь он вдруг указ издает, это тоже неслыханно для Древней Руси, он отменяет смертную казнь, и тогда уже христианские епископы, наоборот, уговаривают его, что он должен оставить вот это вот жесткое наказание, потому что говорят, что ты же Богом поставлен для того, чтобы вот этих преступников, грешников карать, а тех, кто служит верой и правдой, их вот награждать, их поощрять, то есть это вот такое вот право тебе уделяется от Бога, как правителю, и поэтому они уговаривали его сохранить смертную казнь, но сам князь Владимир уже совершенно не мститель, и вот мы упомянули про то, что в свое время он завладел в том числе женой Ярополка, когда Ярополк погиб, то жена у него, вот эта самая греческая монахиня когда-то похищенная, она была беременна, а кто родился? А родился Святополк, прозванный впоследствии Акаянным, но князь Владимир, он жалел Святополка, и помогал ему возрастать, и вот впоследствии Святополк еще за два года до смерти князя Владимира уже поднял мятеж, потому что женился он на полячке, и там вот эти вот польские уже тенденции пошли, попытки как бы повлиять на русское княжество, и он поднял мятеж, и Владимир смог вовремя распознать этот мятеж, прекратить его, но Святополка не стал наказывать, он считал, что вот нельзя мстить, что лучше вот прощать, и дать время на исправление, но мы знаем, чем впоследствии это обернулось, тем, что Святополк уже после смерти князя Владимира поднял руку на своих родных братьев. Если раньше князь Владимир был таким вот захватчиком, то есть увидел, что понравилось, берет себе, еще что-то увидел, еще себе, и вот это накопительство, накопительство, то теперь он становится таким щедрым дарителем, и летописи сохраняют, что он не просто вот по праздникам устраивает какие-то там такие трапезы для киевлян, что это очень богатые столы, где все бесплатно могут поучаствовать в празднике христианском, торжестве, нет, не только это, и это было, но он специально узнает, где находится, то есть была специальная служба, которая узнавала, где неимущие, где калеки, какие-то инвалиды, бедные, страждущие, и специально этим людям развозили яствы, то есть организовывались, ну, развозили на телегах, которые снабжали вот этими продуктами, и даже выдавались денежные пособия этим людям, то есть князь становится таким очень милостивым, очень щедрым дарителем, и поддерживает неимущих в своей стране, поэтому в народной памяти князь Владимир всё-таки остался именно как добрый, как его называли, красное солнышко, то есть очень светлый облик, а сохранился в народной памяти, невзирая на то, что до принятия христианства он вёл себя очень и очень жестоко. И ещё, конечно, вот такая мера, что князь Владимир организует первую христианскую, вообще, в принципе, первую школу, и он издаёт такой указ, чтобы боярских детей брали для научения грамоте, и сохранилось вот это воспоминание о том, что матери этих детей, они плакали о своих детях как о мёртвых, потому что у них забирали, им казалось, что это будет что-то такое страшное, а на самом деле это и был свет, это и была жизнь, это было просвещение, и такие дети становились затем надёжной опорой для своего государства. В общем-то, именно христианство, оно всегда влекло за собой книжную культуру. В язычестве этого не было, ведь в язычестве нигде не сказано, не написано, что вначале было слово, чтобы слово, его надо постигать. Для постижения слова нужна тоже учёность определённая. В язычестве нигде не было вот этой такой богодухновенной письменности, которую нужно было бы постигать с помощью письмён, грамоты, и именно христианство приносит летописание. Именно христианство начинает закладывать основы духовного и литературного просвещения, а через это и вообще развитие науки в родном нам Отечестве. Поэтому всё это, и всем этим мы обязаны именно князю Владимиру. Конечно, не всё было так вот гладко, да. Он старался укреплять государство, но с печенегами ещё очень трудно было совладать, и во время одной из битв, когда город Василёв был осаждаем печенегами, князь Владимир вышел с небольшой дружины, потерпел поражение, и спасаясь, он чуть не погиб, он спрятался под мостом. Вместе с конём вот заскакал под мост, печенеги проскакали по мосту, а князь Владимир молился и дал обет, что если спасётся, он построит здесь рядом церковь. Да, и в честь того дня, на который пришлось. А это пришлось на День преображения, и вот там он построил в Василёве храм в честь преображения Господня. А на месте убиения святых Фёдора и Анна он построил храм в честь успения Божьей Матери. И этот храм стал главным храмом русской православной церкви на тот момент. Князь уделял десятую часть от своих доходов, и храм стал называться, поэтому, Десятинной церковью. Туда он перенёс мощи своей бабушки, святой княгини Ольги, происходили исцеления от этих мощей. И, в общем, конечно же, князь Владимир уже видел смысл своей жизни во многом вот таком христианском просвещении русских земель. Он старался исправлять свою жизнь. Конечно, мы не можем назвать его чисто по-человечески, таким вот, ну, может быть, идеальным человеком или безгрешным человеком. Но вот в Священном Писании, в Соборном Послании апостола Иакова сказано, что, братья, если кто из вас уклонится от истины, а язычество — это и есть уклонение от истины, и обратит кто его, то есть обратит от лжи к истине, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасёт душу от смерти и покроет множество грехов. И вот это и случилось в жизни князя Владимира. Он обратил от ложного пути целый народ, и через это он покрыл свои грехи, вот те грехи, которые были у него до крещения, и он спасёт, сказано, душу свою от смерти. Поэтому князь Владимир, который просвещал целые народы, он называется равноапостольным. Апостолы тоже не были во всём идеальными людьми, вспомним Петра и других, которые разбегались, в чём-то колебались, но всё равно они искренне любили Христа, искренне последовали за Господом. Конечно, в оцерковлении народа это была задача фактически на многовековой путь. Да и сейчас кто-то обращается, кто-то не хочет, кто-то совмещает в себе двоеверие, кто-то... У него вроде бы нательный крест на шее, но у него же подкова висит над дверью, но подкова тебе никакого благополучия не даст. Так же, как чёрная кошка, она тебе не наведёт никакой беды на тебя. Мы наводим на себя беды не чёрными кошками, а своими собственными грехами. И своими грехами мы делаем себя настолько чёрными, что сами потом бывают страшно от своих поступков. И вот только евангельская Христова вера, вот это чистое евангельское зерно, которое и было посажено князем Владимиром на родных просторах Древней Руси, оно и произросло, дало вот этот колос, который потом преизобильно во сто крат принёс много других зёрен. Это Псково-Печерские святые, вот эти монастыри, вот это храмоздательство. Уже к концу правления князя Владимира там около 400 храмов было в Киеве. А храмы — это что? Это ведь непременно чьи-то спасённые души. То есть кто-то кается в своих грехах, исправляется, приобщается Господу. А исправленный человек, вот если ты уже получил этот опыт, опыт преодоления какого-то греха, то это на всё общество оказывает огромное влияние, потому что общество складывается из отдельных личностей, и каждый, кто преобразил свою душу, он тем самым потихоньку преображает и общество. Поэтому поблагодарим святого князя Владимира за то, что он сделал именно этот выбор и попросим его ходатайствовать на небесах за нас пред Господом, дабы нам быть верными чадами Христовыми, не возвращаться никакому язычеству, не уклоняться вдвоеверие, но всецело менять свою собственную жизнь, какие бы ни были грехи, исправляя себя, как исправил себя князь Владимир. Святой равнопостольный княже Владимире, моли Бога о нас. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.